Хочу сказать, что, значит, давай, я все-таки интересные вещи хочу рассказать, потому что тут вчера были интересные разговоры по поводу будущего правительства Германии, чтобы, и это Россия, мне кажется, важно и интересно. Значит, если, я думаю, что к власти придет сейчас Шольц, он будет сильным, достаточно канцлером, но не настолько уж сильным, как бывшие канцлеры. Конечно, ему придется отдавать ключевые посты и министерство своим младшим партнерам, каким будут являться, в первую очередь, зеленые, которые уже наверняка получат в Министерстве иностранных дел. Дело об этом мы сейчас поговорим, потому что это большая проблема будет для России, и, по-видимому, также Министерство экономики и энергетики. Тоже большая проблема для России, потому что российским газовикам и представителям энергетических всяких учреждений придется именно с Министерством экономики и энергетики иметь дело. Но это об этом сейчас поговорим. Я хочу все-таки сказать, что действительно, подумав и проанализировав ситуацию, мне кажется, Оля Фшольц лучше для России, чем Ляши. Потому что в компании самого Ляши, внешней политикой и вопросами глобальной политики заниматься будет и занимался господин Ройткан. Ройткан один из главарей христианской демократической партии, который вот сейчас, он глава внешнеполитического комитета сейчас нашей думы. И он выступает на всех ток-шоу, и он именно слияется с зелеными и говорит, что с Россией нужно наконец-то говорить жестким языком. Мы должны потребовать освобождения Навального, просто должны. Мы должны показать России, что Германия не ведет политику улыбки, как он отразился по поводу мерковской политики. Мы будем говорить жестко. Что он на самом деле имеет в виду, я не знаю. Но дело в том, что очень многие политики ХДС именно тоже так выступают, как министр обороны, госпожа Храмкарнбауэр и другие. А зеленые это все подпитывают. И многие члены зеленой партии именно хотят с христианскими демократами ввести внешнюю политику. В том числе, чтобы, как они говорят, бороться наконец-то с диктаторами средневековья, Путином, господином Кси, Эрдоганом, иранским президентом и так далее. Но мне кажется, что это какая-то абсурдная политика, утопическая политика, которая просто не понимает, что мир стал многополярным, и Запад уже давно не командует парадом. Ну, мы ожидали чего-то такого. То есть у нас, в общем, иллюзий особых не было. Да, да. Поэтому с этим нужно считаться. Но шанс есть, что при Шольце, во всяком случае, ведомстве канцеля будет разрабатываться новая форма восточной политики. Потому что Шольц все-таки в традициях Вилли Бранда, который тогда 50 лет назад, несмотря на большое давление и протест американцев, и другие западные союзники, пошел... А почему «Северный поток-2» называют российским проектом, учитывая, что там гигантские инвестиции частных европейских структур? Ну, и кому будет хуже? Ну, не будет работать «Северный поток-2». Ну, что, цена на газ уже сейчас за тысячу. Но немецкий потребитель это почувствует. Немецкий бизнес будет вынужден покинуть Россию. Ну, политика «зеленых» приведет к обнищанию Германии, к падению темпов экономического роста. Ну, окей. А нам все эти требования, вы же понимаете, да? То есть требовать от России что-то, ну, одно место могут все теребить, а не требовать от России. Это же никогда не приводило никаким результатом. Да, Владимир, я же не спорю. Да, да, я естественно, я понимаю, просто, ну, закончатся минские договоренности, потому что, понятно, с этим министром иностранных дел они скажут, что Россия является стороной конфликта, им вежливо скажут, читайте решение Совбезон и сами минские соглашения не способны решать до свидания. Тогда Германия больше не может выполнять свою функцию. Ну, будет разрыв. Да, но ради анализа более обширного, все-таки я хотел бы сказать, что, значит, есть реакции из Америки. Они просто будут толкать сейчас «зеленых» во власть, «зеленая» партия, как ни странно, 40 лет тому назад была основателем свободы за мир, да? «Freelance Bewegung» в Европе. «Зеленые» были участники этого всего процесса. И сегодня они сами большие любимчики американцев и будут проводить американскую политику и в Европе, и в отношении России. Это тоже нужно знать. «Северный поток-2», он стал символом. Тут людям непонятны все эти аргументы, потому что им не дают развиваться. Вот тут невозможно выступить фактически в связи с информацией с разъяснением, что польза «Северного потока-2». Только негатив. Каждая газета, негатив. И не столько по энергетическим вопросам, никто же не сомневается, что газ нужен теперь, особенно теперь, когда он же энергетический кризис. «Северный поток-2» стал символом, символом немецко-российских отношений, может, даже дружественных отношений, которые нужно сломать. И американцы хотят сломать, поляки хотят сломать, украинцы хотят сломать. Причем очень твердо сейчас нападают на немецкое правительство и на будущее правительство, чтобы они приостановили этот проект, потому что он раскалывает, как они говорят, европейцев. Потому что вся Европа не хочет, а немцы хотят. Немцы хотят солидарность, должны проявить солидарность в регламентации американцев и поляков и отказаться от «Северного потока-2», потому что другие европейцы его не хотят. Когда немцы говорят, извините, нам нужен газ, мы выходим из атомной промышленности, мы выходим из углевой промышленности, от нефти должны отказаться. У нас климатические, там, зеленые сделки сейчас будут, нам нужно газ. На этом махают руками и говорят, нет, тогда лучше будем использовать дальше уголь. Польша говорит, или Франция говорит, мы будем использовать атомную энергетику. Американцы говорят, покупайте на жиженный газ. Так они его не продают, из-за этого и такая цена стала. Они же жиженный газ загнали в Юго-Восточную Азию. Да, это все правильно. Но наша тема, все-таки Германия, я хотел вот что-то сказать. Тоже вам может быть интересно. Тут зеленые, которые сегодня во главе этой партии, вот фрау Бербог, господин Хабе, который будет вице-канцлером, будет отвечать за это в Министерство по экономике и энергетике, по-видимому. Они не самые страшные. Вот я разговаривал с людьми, кто вошел в Бундестаг. Кстати, из Бундестага вылетели все наши друзья и симпатизанты, российские немцы, которые работали в АФД или в партии Левы. Все, которые выступали за хорошие отношения с Россией, их поставили так внизу на эти партийные списки, что они сейчас не прошли, потому что эти две партии потерпели, на самом деле, крах. К сожалению, альтернатива для Германии 10% это мало для такой партии. Поэтому сейчас в Бундестаге почти не будет в этих партиях голосов в пользу пророссийской политики. Ну, может, найдутся. Но я хочу другое сказать. Появилась очень радикализированная молодежь из Fridays for Future, которые полностью на стороне зеленых. Они вошли в парламент, и они будут еще радикальнее выступать, в том числе и правозащитническим и либерально ценностным вопросом, чем нынешнее руководство зеленых. Да, молодцы. То есть политика американцев сработала, мы на этом более ничего не делали. То есть молодцы. Я просто нарисую. И в конечном итоге что? Изволите воевать? То есть к чему это может привести? К обострению вплоть до чего? Что, словесно, готовы люди воевать, причем за свои убеждения в плане климатической революции. У нас вот это самая главная тема. Другой никого не интересует. Германия и так считает, что мы остаемся в трансатлантические отношения. В НАТО ЕС можем консолидировать под германо-французским мотором. В чем я сомневаюсь, потому что Франция слабеет. Там может быть резкое изменение власти уже в мае. Немецкое правительство не будет иметь такого авторитета после Меркель. Кстати, а права человека и свобода для всех зеленых обозначает, что Германия готова принять волну афганских беженцев? Зеленые будут выступать за. Они выступают против того, чтобы высылать назад марокканцев, алжирцев, тунисцев, которые здесь провиняют, и даже грубо провиняют, которые просто усилили здесь криминалитет. Даже их не выпускают под аргументом, что в этих странах преследуют гомосексуалистов. И сколько вы отпускаете время, когда начнется тяжелый экономический кризис в Германии? Когда мотор немецкой экономики начнет захлебываться? Ну, если вы меня спрашиваете, меня, вот Александра Рара, я думаю, что здесь какой-то сумасшедший дом начинается, потому что здесь закрывают свою собственную промышленность немецкую, или ее просто изуродуют, на чем вся немецкая экономика, и успех немецкой экономики строился, технология, все. Я считаю, что верить в то, что водородная промышленность вот завтра просто заработает вместо газовой промышленности, и мы будем топить водой, ветром и солнцем, это иллюзия. Но, понимаете, я в абсолютной меньшинстве здесь. Я просто хочу, и в последней передаче, я вам говорил, здесь настолько чувствуется громадная революционная волна людей и в прессе, и даже руководители экономики начинают тоже говорить просто из боязни, что их просто затоптают, если они так не будут говорить, что мы должны идти в зеленое будущее, и зеленое будущее, и зеленое будущее. Это нам открывает все пути, и Германия всех потащит в это самое светлое будущее.